Всем привет, друзья! С вами Сергей и сегодня, как обычно, мы поговорим. И тема у нас достаточно сегодня серьезная. Объясню почему. Во-первых, будет много ништяков, которых вы еще не знали. То есть, давайте простой пример. Я расскажу так о том, как можно переводить USDT без комиссий между биржами. Интересно? Смотрите видео. Где-нибудь в конце, в середине обязательно об этом скажу. Так что, не перематываем, смотрим. Второе, это то, что в H7 после последних обновлений появилось две очень интересные функции. Это перенос стратегий и импорт актива. Что это за функции, чем они нам помогают, давайте разберемся и поймем. Но, для начала, сразу скажу, ребят, кто не подписан на канал, подпишитесь. Если возникли вопросы, задавайте в комментариях. Потому что я здесь делаю простым, ну, разговариваю простым языком и понятные вещи разложиваю по полочкам в вашей голове. Вот, думаю, с этим ясно. Второй момент, это то, что тот, кто еще не зарабатывает на H7 и хочет зарабатывать, пожалуйста, все ссылки в описании. Почему именно H7? Сравнительно недавно у нас было 7 месяцев компании, много чего сделано и уже есть о чем поговорить. Если вначале это было что-то непонятное, а как, а почему и даже в какой-то степени немножко неудобно, то компания идет, она клиентоориентирована, разрабатывает софт, который будет простым и доступным для каждого. И не нужно будет выдумывать велосипед. При этом это инструмент. Первый, он чистый. Второй, прозрачный. Все транзакции, все видно. Третье, это долгосрочный. Ну и четвертое, это доходный. Я, наверное, скажу за себя, мой доход составляет от 8 до 12% ежемесячно, что около 150% годовых. Помогаю своим партнерам непосредственно создавать стратегии, прибыльные стратегии. Под их запросы. Кто-то хочет высоковолатильные монеты, кто-то хочет вообще редко заходить в приложение и просто получать деньги и не париться, просто увеличивая свой актив. Для каждого создаю собственную. Ну и при этом консультирую индивидуально. Отступление закончилось. Поехали. Начнем сразу с переноса стратегий. Что это такое, для чего это нужно и как мы это все используем в приложении Хосе. Перенос стратегий. Это значит, вы актив, который у вас есть, допустим, возьмем монета биткоин. Вы торгуете ей на Байбите, но хотите перенести ее на ту же биржу BingX и торговать уже биткоином там. При этом раньше что мы делали? Мы удаляли стратегию, переносили биткоин. Нам приходилось даже биткоин продавать за USDT. Там если немножко фиксировать какой-то небольшой минус. Либо полностью продавать, либо частично переносить. Потом опять с лимитными ордерами создавать на бирже. Заново запускать ее на новой бирже с USDT. В общем, весь этот гоморой присутствовал. Теперь перенос стратегии подразумевает, что вы берете актив с одной биржи, допустим, биткоин с Байбита, перебросили на биткоин на BingX и простым нажатием в одну кнопочку мы подключаем API ключ к BingX, переносим все наши открытые позиции, все то, что находится в хэштейн с Байбита на BingX. Единственный сразу момент, очень важно, расскажу. При переброске актива, то будь то биткоин, будь то эфир, либо что-то еще, мы платим комиссию. Следовательно, когда вы перебросите, у вас был биткоин, вы перебросили на BingX, у вас стал не один биткоин, а 0,999,999,8, да, к примеру. Логично, размер комиссии заходите на биржу и докупаете, потому что на последнюю позицию просто бот знает свое количество, то есть все позиции, да, он захочет ее продать, а он не сможет, потому что у вас съела за отправку комиссионную. То есть, я думаю, с этим понятно. То есть, подводим итог. Что такое перенос стратегии? Это значит, переброс актива ручками, потому что хэштейн не имеет доступа к выводу средств и перевода. Ручками отправляем с одной биржи на другую, а после берем все наши данные и перебрасываются на другую биржу. После чего нажимается кнопка запустить и стратегия работает. Небольшое замечание. Не забывайте, что ту сумму комиссии, которую у вас заберет биржа за отправку транзакции, вам нужно ее будет докупить на бирже. Ну, потому что ее не будет хватать при продаже последней позиции. С этим понятно. Теперь давайте немножко разберемся в том, для чего нам переходить с одной биржи на другую. Здесь все достаточно просто. Вы много уже видели и слышали, и в чате читали о том, что вот жесткая комиссия, и много забирает себе и хэштейн, и биржи, и мне остается там чуть ли ничего. Объясню сразу. На каждых 100 долларов, заработанных вами, у вас чистой прибыли выходит на текущий момент просто нулевой пользователь. Установил себе хэштейн приложение, зашел на биржу, зарегистрировался, закинул туда USDT, запустил. Вам остается с 100 долларов заработанных, хэштейн денег, где-то 70-75 долларов. Вот это чистый пользователь. Но можно сделать с 75 целых 90 процентов. То есть 25 долларов, которые у вас не хватает, можно на 15 долларов сократить. И на каждые 100 заработанных чуть ли не там 85-90 получать чистую прибыль. Это же круто? Конечно. И все это решается путем партнерских соглашений лидеров, либо других людей, которые вас приглашают, уже с биржей. Простой пример. Каждая биржа заинтересована в новых клиентах, потоке новых клиентов. Следовательно, я, допустим, лично со своей стороны скажу. Я имею партнерское соглашение с тремя биржами. Bybit, Binance и BingX. Ну, возможно, в дальнейшем еще и с HTX запартнерись. На каждой бирже, как лидеру, идет кэшбэк за то, что он приглашает новых партнеров. Все просто. Следовательно, допустим, на BingX. Если вы просто зарегистрируетесь, у вас кэшбэк будет или 0, или 10 процентов. Если же вы будете регистрироваться под мою партнерку, у вас будет до 45 процентов. То есть, когда 40, когда 45, когда 30, все зависит от вашей торговой оборотки. То есть, мне поднимают менеджеры больше комиссионные. То есть, сейчас у меня стоит 50 процентов. Следовательно, в шаг 5 процентов я могу предоставить вам. Если мне поднимут 55, значит, будет вам 50. Меньше я не могу сделать. И так это касается любой биржи. И Binance, и BingX, и Bybit. То есть, на всех у меня есть партнерское соглашение. И если вы где-то когда-то регистрировались, и вам не идет никакого кэшбэка, все ссылочки в описании, переходите. Следовательно, за счет того, что биржа, к примеру, берем Bybit, забирает 28 процентов ваших денег. Binance 20 процентов. Но за счет там BNB, если оплата комиссии выходит около 15, там может 13, как их 14-13, да? Хотя там пишет 25, но вы же всегда BNB покупаете не всегда на низу. Можете и на хаях купить, и оплата будет дорогой монетой. Внизу купили, оплата будет дешевой. Поэтому где-то вот так вот. BingX тоже берет себе 20 процентов. А теперь представьте, что если вы находитесь на BingX, ваша комиссия будет не 20 процентов сразу, а 14. А если вы сделаете оборотку, то 12. А в итоге можно выйти, если вы там делаете миллион оборотки торговой, можно выйти и на 6 процентов. Что лучше платить 28 на байбите, ну 15-20 на Binance, или от 6 до 12 процентов на BingX. Решать только вам. Аналогично и по хэш-7. Вы можете платить 20 процентов комиссии, и со своего дохода можете 2-3 людей пригласить. Они торгуют, вам комиссионные от них идут, и вам продукт абсолютно бесплатный. В моем случае он бесплатный. Как уменьшить расходы на бирже, и как действительно, чтобы вам инструмент хэш-7 был бесплатный, пишите мне, расскажу в личке, либо в комментарии спрашивайте. Также, если у кого-то есть вопросы по обзору бирж, обязательно сделаю. Давайте знать, есть спрос, будет предложение. Разбираем вторую часть. Что такое импорт актива? Как многие уже знают, в хэш-7 можно всегда было запускаться исключительно с USDT. Что это значит? Это значит, что вы, когда запускаете монету за USDT, он покупает там биткоин, да, цена упала, он еще раз купил, цена упала, еще раз купил. Когда цена поднялась, он продал то, что покупал ниже. То есть мы всегда стартовали в хэш-7 через USDT. Импорт актива, это значит, что мы можем запускать абсолютно любую монету. То есть у нас есть биткоин, у нас есть эфир, у нас есть там какая-то другая монета. Окей, не вопрос. Мы теперь, не нужно нам продавать ее для получения USDT и потом USDT запускать уже в хэш-7. Мы можем сразу запустить ее. Но при этом нужно учитывать, что нужно указать сетку и среднюю цену. Я, если вы напишите в комментарии, я отдельное видео сделаю, как рассчитать среднюю цену. Для чего она нужна, я сразу же объясняю. Средняя цена нужна для понимания хэш-7, по какой цене вы в свое время покупали актив. Простой пример. Я ровные цифры возьму, чтобы вам было понятно. Вы купили биткоин, когда он стоил 40 тысяч долларов. К примеру, пол биткоина. После чего биткоин вырос до 80 тысяч. И вы еще раз купили биткоин по цене 80 тысяч. Разница средней цены будет от 40 тысяч до 80. Средняя цена вашей покупки составляет 60 тысяч долларов. И это две позиции. Потому что первая позиция была куплена по 40 тысяч, вторая по 80. Средняя цена составляет 60 тысяч. И при этом у вас две позиции. С позициями со всем остальным я вам в отдельном видео может расскажу. Напишите обязательно, кто не поймет. Теперь разбираем вторую ситуацию. То есть мы теперь можем запустить любой актив, который у нас есть, исключительно в формате на бирже лежит, на аккаунте. Они там идут на холодном вашем кошельке. И растянуть сетку. И он уже, ваш актив не просто лежит на бирже, а он уже им будет торговать. Я думаю, с этим ясно. Второй момент. Средняя цена всегда будет ниже текущей. Объясню. Вы вчера купили биткоин по 80 тысяч. Сегодня цена 80 тысяч. Вы хотите его продавать. Средняя цена и текущая совпадают. Потому что цена не ушла никуда. И текущая, средняя, они одинаковые. Ну там разница в комиссиях, когда совершается сделка. Но, если же вы сегодня купили актив за 80 тысяч, а цена завтра стала 79 тысяч, текущая цена будет ниже, чем цена средняя. Почему? Потому что средняя цена, это то, по которому вы взяли, 80 тысяч. А текущая, это то, что показывает рынок, 79. Следовательно, если вы среднюю цену поставите ниже или равной текущей, он просто продаст ваш актив. Следовательно, вы что получите? Купили по 80, продали по 79. Вы зафиксировали минус убытка. Все вопросы, связанные с импортом, стратегией. Если вы новичок, пишите своему вышестоящему, и он вам помогает сделать импорт. Один, два, три раза, все норм, на четвертый будете сами знать. Конкретно, вот чтобы понимать, для чего нужен импорт актива. Импорт, это значит, купленный ваш, но, актив, вы можете сейчас не через USDT, а напрямую выставить в хэшеме. И он уже будет работать. Также импорт очень интересен тем, что раньше, вот допустим, зависла у нас стратегия. Одна из фишек, да? И что в этом случае делать? Мы удаляли стратегию, шли на биржу, выставляли лимитными ордерами продавать, а потом создавали заново, из наших USDT подтягивалась и дальше работала. В текущем формате, если у вас зависла стратегия, вы можете просто посмотреть свою среднюю цену, накинуть на нее 5%, там, допустим, 100 долларов у вас стояла средняя цена, да? Вы накидываете среднюю цену 105, запоминаете количество позиций у вас купленных, то есть по факту, у меня, допустим, был куплен какой-то актив, неважно, это Ripple, Doge, ну, пофигу. Среднюю цену, я смотрю, на зависшей стратегии показывает 100 долларов, 20 позиций. Я удаляю стратегию, делаю импорт актива, выбираю тот же Doge, к примеру, ставлю среднюю цену не 100, а 105 долларов и также 20 позиций. Нажимаю кнопку запустить, все. И у меня дальше пошла работать стратегия. Вот в чем отличие двух самых важных, ну, как бы, фишек, лично для меня. Потому что, если кто-то хочет снизить комиссии, перейти на другую биржу, пожалуйста, перенос актива. Только не забывайте, что комиссию вам нужно будет докупить, чтобы на последней позиции у вас не выбило в ошибку, что у вас не хватает монеток, потому что у вас была до последней позиции 10 монеток, а так как вы одну монетку заплатили за комиссию, у вас 9, бот просто выбит в ошибку, он продать не может. А второе, это то, что вы можете сейчас запустить абсолютно любую монету, и она уже будет торговаться, при этом не нужно фиксировать убыток, продавать ее в USDT и с нуля запускать. Ну и, как сказал, каждый из вас хочет знать такие инсайты, как переводить между одной биржей на вторую и USDT без комиссии. Все просто. Переводите в протоколе ТОН. Деньги идут чуть дольше, от 2 до 5 минут, а не 1-3 минуты, но комиссия у вас нолик, ровный ноль. Переводите в сети ТОН и не парьтесь. На этом все. Ребят, если есть вопросы, задавайте, пишите мне, регистрируйтесь в H7 и знайте, что скидка на лицензию в H7 она не вечна. Инсайты есть и в ближайшее время решать вам начинать сейчас или ждать, пока лицензия будет стоить по 200, 300 или 500. Я зарабатываю сейчас. Я ценю время и ценю время ваше, поэтому до скорого. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин